405 кабинет районной администрации едва вместил всех желающих присутствовать на круглом столе, организованном общественной палатой Одинцовского района. Для жителей домов 98, 100 и 102 по Можайскому шоссе и поселка БЗРИ такие встречи редкая возможность задать наболевшие вопросы напрямую застройщику. Это нарушение режима тишины, это отсутствие парковочных мест, это забитые дворы автомобилями, это вдоль дома 94 дублер Можайского шоссе, когда пробка, все проезжают через нас, а у нас там практически вдоль моего дома сегодня ставят автомобили все проживающие, потому что это единственная парковка, которая на сегодняшний день имеется, это пыль в подъездах, это трещины фасады. Эти слова может подтвердить практически каждый житель любого из трех домов на Можайском шоссе. Пока строить бесшумно не научились, оправдывается Сергей Бутусов, генеральный директор компании застройщика «ЮАС-строй», и обещает, что в ближайшее время закончится прогладка инженерных сетей и станет потише. Все эти закончены, вот идет там тепло, вода и канализация. Как раз по этой дороге, по-другому мы не можем подойти. И все, и вопрос снят будет по шумам, по всем. Впрочем, многие неудобства жители трех домов на Можайском шоссе и поселка Баковского завода резиновых изделий готовы перетерпеть. Но уверенность в том, что игра стоит свеч, тает с каждым днем. Сроки расселения пятиэтажек постоянно переносятся. Застройщик ссылается на экономический кризис и проблемы, связанные с оформлением земли. При этом не объясняет, почему потенциальных переселенцев об этих изменениях не информируют. Расселять будем, строить будем. Предварительные графики, какой можно сейчас сказать. Сотый дом пойдет в 36-й, потому что он быстрее будет строиться. Здесь все-таки пока мы расселим, пока дадим квартиру, все. 102-й пойдет во вторую очередь. Вот такой график. Значит, если кто-то может по-другому сделать, предложите, мы сделаем по-другому. Я думаю, что мы здесь уже, я этот микрорайон до миллиметра не знаю, мы все обошли, обходили, любые возможности пытались сделать, чтобы как-то улучшить и жизнь, и все остальное, но не получается. Вторая очередь по плану будет построена в 2019 году. А до этого времени жильцам пятиэтажек придется жить по соседству со стройкой и надеяться, что сроки переселения в очередной раз не изменятся. Евгения Августина, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.